Всем привет, на связи МК. На прошлой неделе мы поговорили про процессоры, пришло время поговорить про видеокарты. Выход AMD Radeon 5700 и NVIDIA RTX Super запустил новый виток противостояния красных и зеленых в среднем и высоком ценовом сегменте. И раз в ближайшее время ожидать новых GPU не приходится, давайте посмотрим, какие видеокарты оказываются лучшими в своей ценовой категории. Поехали! Итак, у вас в кармане примерно 7000 рублей. И я бы посоветовал заглянуть вам на авито или какую-нибудь другую барахолку, но в этом видео мы говорим про новые видеокарты, которые мы можем купить у нас в России. AMD RX 560. Если честно, я не хотел включать ее в список. Какой прок от видеокарты, которая более-менее тянет игры в Full HD лишь на средних настройках графики? А буквально доплатив 2-3 тысячи, можно купить RX 570, которая без проблем делает то же самое на высоких настройках графики с куда более приятным FPS. Но у всех возможности разные. И если вы идете по самому минимуму и не хотите брать BU, то это самая простая видеокарта, которая позволит вам насладиться играми, а не играть в слайд-шоу или мыльном HD. Кстати, для War Thunder вам не нужна мощная видеокарта. Совсем недавно в игру добавили императорский флот Японии, с которым ты познаешь всю мощь первых тяжелых крейсеров, огромных как Годзилла. Пройди путь от классической техники до сверхсовременных боевых машин, War Thunder, сотни танков, самолетов, кораблей и вертолетов разных наций. Прокачивай и изучай новые технологии, настраивай внешний вид техники. Здесь есть крутые скины и декораторы, которыми ты выделишься на фоне других игроков. Участвуй в масштабных сражениях, сам или с друзьями. В War Thunder началась глобальная мировая война с историческими битвами по всему земному шару. Просто выбери точку на глобусе, вступи в схватку и измени ход истории. Получай награды и достижения за победы и не трать время в очередях. War Thunder запускается почти мгновенно. Топовая графика и реалистичный звук позволят тебе с головой окунуться в кинематографические баталии. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Вернемся к нашим видеокартам. Итак, в кармане у вас 10 тысяч рублей. Базовым игровым решением в таком случае является RX 570. И это неудивительно. Всего за десятку вы получаете видеокарту, которая без проблем тянет большую часть современных игр на высоких настройках графики в Full HD. Причем конкурентов у нее нет от слова совсем. 1060 стоит на пару тысяч дороже, 1050 Ti за сравнимые деньги медленнее до полутора раз, 1650 и чуть дороже и ощутимо медленнее. Итак, с этим разобрались. Вы месяц разгружали вагоны и у вас в кармане появилось 15-20 тысяч рублей. В таком случае вы можете взять Nvidia GTX 1660 Ti и AMD RX 590. Nvidia отлично понимала, что трассировка лучей удел старших видеокарт, а GTX 1060 уже давят RX 580 и 590. Поэтому решение выпустить видеокарты на новейшей архитектуре Тюринг, но без RT-блоков было вполне логичным. С учетом того, что такие чипы получились достаточно холодными, тут абсолютно не нужно гнаться даже за двухвентиляторными видеокартами. Так что можно брать даже самые простые GTX 1660 Ti, которые стоят в районе 17-18 тысяч рублей, предлагая производительность на 20-25% выше, чем у старой доброй GTX 1060. С учетом того, что эта видеокарта не претендует на игры в 2К и тем более 4К с ультра настройками графики, 6 гигабайт видеопамяти для максимальных настройках в Full HD ей хватает абсолютно без проблем. Но уже сейчас профильные ресурсы пишут, что в будущем 6 гигабайт быстро сойдет с дистанции. И в этом случае второй вариант становится интереснее. Это RX 590, раскочегаренная аж до 1500 МГц RX 580, переведенная к тому же на 12-нанометровый техпроцесс. В итоге она оказывается быстрее RX 570 приблизительно на 15-20%. А с учетом того, что ее можно найти за 14 и 15 тысяч рублей, она оказывается достаточно интересной покупкой, тем более, что за такие деньги вы получаете сразу 8 гигабайт видеопамяти, которых уж точно хватит на любые современные игры. Итак, вы охранник в Газпроме и у вас завалялось в кармане чуть больше 20 тысяч рублей. В таком случае могу посоветовать NVIDIA RTX 2060. И хотя на рынке уже появились видеокарты линейки RTX Super, обычные версии никуда не исчезли. Более того, они продаются на официальном сайте NVIDIA по сниженным ценам. RTX 2060 получилась самой младшей видеокартой с аппаратной поддержкой трассировки лучей в реальном времени. С ее помощью можно поиграть в Metro Iskot или Battlefield 5 с RTX ON в 1080p с приемлемым фреймрейтом. Только вот трассировку вы почувствуете слегка. Настройки придется поставить на минимум, так сказать, RTX на полшишки. Но даже если трассировка лучей вас не волнует, это все еще интересная покупка. Опять же, брать навороченные трехвентиляторные версии тут смысла мало. Решение с простым охлаждением стоит в районе 21-24 тысяч рублей, оказываясь при этом стабильно быстрее GTX 1070 или Vega 56, которая стоит сравнимых денег. Да, тут можно посетовать на 6 гигабайт видеопамяти, но этого все еще достаточно для современных игр в Full HD. Вы любите новинки, экономили с обедов примерно год и у вас в кармане лежит 25-30 тысяч рублей. Тогда можете выбрать AMD Radeon RX 5700 или 5700, кому как удобнее. Еще пару недель назад я бы предложил на ее место Vega 64, которая последний год крайне резко потеряла в цене, но не в производительности, уверенно навязывая конкуренцию GTX 1080. Однако теперь AMD представила видеокарты серии RX 5700, которые опираются на новую архитектуру RDNA и основаны на 7-нанометровом техпроцессе, из-за чего они очень неплохо конкурируют даже с новейшими NVIDIA RTX Super. Так, младшая RX 5700, имея в своем распоряжении 8 гигабайт видеопамяти и 36 вычислительных блока, стоит сейчас порядка 27 тысяч рублей при рекомендованной цене в 25 с половиной, и при этом оказываясь стабильно быстрее GTX 1080 и лишь чуть-чуть не дотягивает до RTX 2070, оказываясь приблизительно на уровне RTX 2060 Super, рекомендованная цена которой на минуточку выше на 7,5 тысяч рублей. Конечно, цены на 2060 Super скорее всего упадут, ведь обычную 2060 можно найти чуть дороже 20 тысяч при рекомендованной в 31. Но в любом случае RX 5700 все равно будет дешевле со сравнимой производительностью. Конечно, да, она не поддерживает трассировку лучей, но эта возможность даже спустя почти год после выхода RTX видеокарт оказывается достаточно нишевой и далеко не обязательной. Так что в диапазоне примерно 25 тысяч рублей у RX 5700 все шансы стать бестселлером для игр в Full HD и 2К с высокими и максимальными настройками графики. Но давайте представим, что в кармане старой куртки вы нашли еще десятку, а любовь к новинкам никуда не делась. И тут на полках магазинов появляется Radeon RX 5700 XT. AMD, выпустив новый Radeon, имеющий полный кристалл с 40 вычислительными блоками, убивает сразу трех конкурентов. Первым является GTX 1080 Ti, флагман предыдущего поколения, который быстрее на считанные проценты, но стоит дороже как минимум на пару десятков тысяч рублей. Вторым оказывается и новая RTX 2070 Super. Да, по производительности она является прямым конкурентом, но вот переплата 6-7 тысяч рублей за трассировку лучей едва ли того стоит. Ну и последним убитым зайцем является Vega 7. Она быстрее на пару процентов, но стоит как минимум в полтора раза дороже. И такая переплата за 16 гигабайт видеопамяти точно того не стоит. В результате RX 5700 XT оказывается крайне интересной покупкой для игр Full HD или 2K. Зачастую сотни FPS, но увы, в 4K с 8 гигабайтами видеопамяти все же лучше не лезть. Вы почти год сдавали кровь, но у вас все еще остались силы дойти до магазина за Nvidia RTX 2080 Super. Это почти топ за 55-58 тысяч рублей для тех, у кого не хватило денег на RTX 2080 Ti. Собственно, это единственная видеокарта линейки RTX Super, которую есть хоть небольшой смысл покупать. Если 5700 XT точно убивает RTX 2070 Super и слегка ранит RTX 2080, то вот 2080 Super оказывается в недосягаемости, ибо быстрее в среднем на 10-15%. Спасибо лишним 128 кудоядрам и чуть более быстрой видеопамяти. Конечно, стоит такая видеокарта не пропорционально дороже, чем она быстрее той же 5700 XT, но такова плата за очень хорошую производительность. Видеокарта без особых проблем справляется с играми в 2К на ультра настройках графики, и при необходимом желании с ней можно пойти и в 4К, если вам для этого, конечно, хватит 8 гигабайт видеопамяти. Но давайте представим, что вас повысили, и вы больше не охранник Газпроме, а заместитель начальника-помощника главного сантехника в Газпроме. И у вас примерно 80-100 тысяч рублей на видеокарту в кармане. В таком случае ваш выбор NVIDIA RTX 2080 Ti. AMD последние 3 года никак не может ворваться в топы. Тут прочно окопались зеленые, и если Vega 7 или 5700 XT в самом-самом лучшем случае дотягивает до уровня RTX 2080, то вот с 2080 Ti они и близко не могут тягаться. Последняя быстрее на 30%. Собственно, поэтому с ней и так все понятно. Стоит как добротный игровой ПК, играючи справляется с играми Full HD и 2К, и, пожалуй, это единственная видюха, который по зубам 4К с ультра настройками графики и FPS около 60 кадров в большинстве современных игр. А что если подождать? В ближайшее время от NVIDIA ждать нечего. Архитектуре Тюринг около года, и компания только что выпустила обновленный RTX. Так что если линейка RTX 3000 и появится, то это будет не ранее лета следующего года. Ждать придется долго. С AMD все интереснее. Очевидно, что 5700 и 5700 XT не будут единственными решениями на достаточно крутой и новой архитектуре RDNA. И по утечкам из драйверов для Linux будут еще и младшие 5500, 5600 и 5600 XT для конкуренции с линейкой GTX 16.00. А также старшая 5800 для конкуренции с RTX 2080 и возможно 2080 Ti. И вот тут уже возникают вопросы. Младшую графику в общем и целом получить нетрудно, отключая лишние вычислительные блоки. Но вот старшая 5800 точно будет иметь больше 40 таких блоков. Это максимум для текущих кристаллов RDNA. А это означает новый, более крупный и горячий кристалл. Так что вообще не факт, что он будет. Что касается видеокарт от Intel, то их не стоит ждать раньше 2020 года. И их производительность абсолютно неизвестна. Поэтому нет смысла обсуждать шкуру еще не вышедшего медведя. В итоге можно смело говорить, что если вы рассматриваете средневысокий уровень, то тут ждать можно только небольшого снижения цены и не более того. Новые решения в ближайшее время скорее всего не выйдут. Это же относится к базовому сегменту. Едва ли новая RX 5500 будет стоить дешевле 10 тысяч рублей. Что касается других ценовых сегментов, то тут все зависит от новых видеокарт AMD на архитектуре RDNA. Но в любом случае нужно понимать, что ждать можно вечно, и новые видеокарты еще даже не анонсированы. А текущее решение назвать неинтересными и невыгодными язык не поворачивается. Поэтому если сейчас есть возможность и желание обновить свой ПК, это стоит сделать. Ссылки по подбору видеокарт на Е-каталог я как всегда оставлю в описании. На этом все друзья, если вам есть что добавить, обязательно пишите об этом в комментариях, и вот сейчас появится значок МК и начнет играть музыка. Если вам нравится то, что мы делаем, обязательно подпишитесь. До скорых встреч!